Европа Универсалис 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 Даже самая древняя династия может прерваться. К слову, происхождение монарха перестало быть малозначительной информацией. Родственные правители обладают хорошими отношениями и охотнее помогают друг другу. При грамотной стратегии без излишнего кровопролития можно добиться больших успехов на мировой арене. Предусмотрены и различные династические события. Добавлена также система наследников. Известны имя, возраст и уровень притязаний отпрыска. Не составляет никакого труда просчитать, сколько продлится регенство или, например, будут ли проблемы с передачей трона. Если у наследника слабое притязание на власть, то лучше обойтись без династических браков с более сильными государствами, да заранее позаботиться о сытости народа и боеспособности армии. Не стоит забывать и о региональной политике, которая стала более гибкой. Поднимать провинции можно не только за счет различных мануфактур или общегосударственных решений. Любую территорию позволено объявить национальным центром, что повлечет за собой промышленный, финансовый и прочий рост. Хотя намного лучше воспользоваться услугами магистратов, которые появляются по мере роста инвестиций в управление. Эти универсальные чиновники способны принимать так называемые провинциальные решения. Например, земельная реформа заметно увеличит доходы и количество рекрутов в выбранном регионе. Магистратов можно потратить на постройку нового дворца или проведение фестиваля. Все это скажется на очках культуры, за которые можно приобрести более опытных советников. Да ты что, сукин сын, самозванец казенной земли разбазариваешь? Так никаких властей не напастешься! Это нововведение аналогично военным и морским традициям. Радует, что можно выбрать именно того помощника, который необходим в данный момент. Военный инженер легко усилит защиту крепостей, а ушлый банкир выбьет привлекательные проценты по займу. Другим заметным новшеством стали сферы влияния, призванные передать дух большой политики. Каждая страна имеет область собственных интересов и вроде как может влиять на данную территорию. К сожалению, идея выглядит интересной, но недоработанной. Не хватает инструментов вмешательства и контроля. С торговыми лигами дело обстоит лучше. Страны, не имеющие своих торговых центров, действительно получают преимущество. Купцы одной лиги не разоряют друг друга, да и передача эксклюзивных прав на товары оправдана. Есть возможность получать неплохой и стабильный доход. А вот крупные государства легко обойдутся и без подобных соглашений. Разве что им резко понадобится казус Белли «Торговая война». В целом, изменения, внесенные «Air to the Throne», можно считать удачными. Возможностей для различных политических и дипломатических маневров стало больше. Хотя эта монета имеет обратную сторону. Найти повод для войны достаточно просто. «Ты по что боярню обидел смерт?» В результате державы вступают в противостояние при любом удобном случае. Не всем это может прийтись по нраву. Тем не менее, фанаты серии не должны пройти мимо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова